В то время ученики Иисуса забыли взять хлеб, и кроме одного хлеба не имели с собой водки. А Он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваса фарисейской и заквасу Ироду». И, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлеба нет у нас?» Иисус, уразумев, говорил им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлеба. Ещё ли не понимаете, не разумеете, ещё ли окаменно у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните. «Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробок набрали вы кусков?» Говорит ему, «Двенадцать». «А когда семь для четырёх тысяч, сколько корзин набрали вы оставших кусков?» Сказали и всем. И сказал ему, «Как же неразумное слово Господне!» Благодаря тебе, Господь. Первое чтение послания святого апостола Якова. Яков говорит, чтобы осторожно было искушение конкретно в нашей жизни. Искушение сатана будет действовать, потому что через искушение оказывалось, какие наши сердца. Что на самом деле важно для нас в нашей жизни? Искушение. Искушение. Искушение – то, чтобы отделить направление сатаны, есть всегда такое, чтобы отделить от Бога, это отношение разорвать и перестать его слушать. Но так будет действовав всегда сатана. Евангелие. Евангелие говорит нам о том, что Иисус говорит, что они не взяли хлеба. Да. А Иисус говорит им, что важнее есть от этого хлеба, важнее есть, чтобы смотрите, берегите заквасы фарисейского и закваса ирода. То, значит, то, что может в наши мысли войти и отделить от нас от Бога. Заквас – это то, что меняет все. Разумеется, какая одна мысль, и она меняет наше смотрение. Перестав слушать Бога, а начинаем слушать человеческое, логика человеческой мудрости. И тут, стоп. Первый момент – не дать себе отделить от Христа, от Бога, от Его учения. Если Он говорит, берегите заквасу, то, значит, что надо задуматься над этим. Что это значит заквасу фарисейского? Не хлеб. Тут ясно говорит Иисус. Не о хлеб же это дело. А что-то больше. Другие, которые могут отделить. Потому что они приходят и стараются такими вопросами или другими, чтобы оказывался Христос неправдой. Подкопать Его авторитет. И то есть действие. Авторитет и разделить. Сатана всегда будет идти, чтобы поразделить людей между друг от друга. Искушение. Йордан Саксонский, одним из своих письм, которые оставил, пишет, что когда приходит искушение, во-первых, не борьба с ним. Только прожить. Потому что всегда искушение есть какое-то время. И когда мы выдержим при Иисусе, тогда Он дальше нас будет вести. Когда будем сосредоточены на Ним, то Он нас через это все... Мы с Ним пройдем через это все. Так, как сейчас, через эту войну. Эти все манипуляции, которые хотят поделить этот народ на украинский. Что эти хорошие, эти нехорошие. Это то... Стоп! Боже, дай нам силы, чтобы с тобой... Чтобы мы делали добро. Потому что правда, верность правде. Потому что хлеб, вот говорит Иисус, посмотрите, сколько осталось остатков, я дам вам, дам вам это. И во время этой войны этот опыт есть. Потому что эти харитативные вещи, которые получаем, они очень материальные. Мы получаем очень много. И, можно сказать, нам хватает этого. И потому, вот, подумайте, что важно. Истина. Эта страна важна для меня. Потому что я конкретно поляк, и жил в этой стране. Для украинца должна быть эта страна для меня важна. Истина. И не придет мир русский, который сделает что-то лучшее. Потому что то, что он делает, видно из-под рук. Истина. Истина. Верность Христу – это верность истины. Материальные вещи. Бог заботится об этом. Но чтобы мы не потеряли то, что самое важное, истина, и Христа, который нам об этом говорит. Верность Христу – это верность истина.